Здравствуйте, дорогие мартустцы! Добрый день, Владимир Васильевич! Добрый день! Мы продолжаем нашу традицию отвечать на те вопросы, которые вы нам присылаете. После, скажем, некоторой паузы у нас накопилось сегодня пять вопросов. Честно признаюсь, вопросы непростые, в некоторых местах очень даже острые, но попытаемся на них дать ответ, из первых уз, как говорится. Вопросы, конечно, непростые. Наверное, простые наши люди сами решают, поэтому задавайте. Хорошо. Первый вопрос. Даниэль из Муга задает вопрос о том, что владельцы земельных участков на пирни по поясу в Муга долгое время не могут получить разрешение на строительство, потому что дороги находятся в частном владении. Этот вопрос затрагивает многих людей, и нас очень интересует, как продвигается решение этой проблемы. Проблема с бородой. Мы о ней не раз говорили, и будем говорить до тех пор, пока не разрешится. Там проблема с выдачей разрешения как на строительство, так и разрешения на пользование в уже готовых домах. Да, эта проблема существует из-за того, что владельцами тех дорог, которые там есть, является частное акционерное общество. А коммуникация, которая под этой дорогой проведена, владельцами является другое акционерное общество. И для того, чтобы привести в порядок систему воды и канализации, там нужен новый проект и новое строительство этой канализации воды. И теперь это такая запутанная ситуация. Фирма, которая владеет дорогой, не дает разрешения тем, у кого коммуникация внутри проходит под их дорогой. В этом беда. И сейчас люди там в тяжелом положении. Во-первых, дороги не ремонтируются. Во-вторых, система водоканализации отвратительная. И так как это все-таки в частных руках и не строит сам город, а только функция города заключается в том, чтобы выдавать разрешение на строительство, на пользование. И в том числе и разрешать такие конфликты. Мне нужно, у меня такой один вопрос. Как может вообще получиться, что улица в черте города принадлежит частному лицу? Как вообще это случилось? К сожалению, это не первая улица в нашем городе. И мы только в прошлом году выкупили дороги в Муга рядом с Максимой. И сейчас там уже запланировано и проведение освещения, и воды, и канализации. Не воды, и канализации, а ливневки и строительство дорог. То есть, если дороги находятся в своей муниципальной собственности, то все проще. Мы обязаны это делать и делаем. Как они попадают в частную собственность? Покупается большой кусок земли. Делается детальная планировка. Продаются участки. И после этого обанкротивается какое-то предприятие. И эти дороги висят в воздухе. И их скупает кто-то. И потом начинает выкручивать руки. Например, за эти дороги, фирма, которыми владеет, требует с города 3 с лишним миллиона евро. Это порядка 20% нашего бюджета. Это исключено. И на такие провокации мы, конечно же, не поддаемся. Я не буду называть фирму, чтобы делать ни рекламы, ни антирекламы. Просто объясняю, какая ситуация там. Очень непростая на самом деле. Но что сделал город в данном случае? Мы завели судебный процесс на принудительное отчуждение этих дорог. Но, как вы знаете, судебный процесс является годами. Вот он уже на продолжительное время тянется. И конца края ему вообще не видать. Как он закончится, никто не сделает. Юридически есть еще одна возможность, которую мы сделали в прошлом году. Это принудительное уже владение. Одно отчуждение, другое владение. Такой механизм мы запустили. И, по крайней мере, теперь у той фирмы, которая владеет коммуникациями, есть право строить на этой дороге. То есть, город даст это право. Город даст это право. И даст это право буквально, если мы съемки производим в четверг, то в следующий вторник это право будет дано. Когда уже новая фирма будет заниматься строительством, конечно же, заинтересованно, хоть завтра это сделает город, тем более заинтересован, потому что за этим стоят новые дома, новые жители нашего города. Естественно, мы все заинтересованы. Вопрос юрисдикции, который на данный момент все-таки решается. И что касается выдачи разрешений на пользование, то мы их тоже в декабре прошлого года дали уже на один дом. И сейчас, в январе месяц, еще на один дом выдаем. А на строительство давать пока не можем, пока не будет закончена трасса, которая позволяет людям подключаться к коммуникациям. Вот такой сложный механизм. Но ничего простого не бывает в этом жизни. Так что мы работаем, конечно, над этим. Ну вот вы впервые озвучили какую-то цель, какой-то вот рубеж. Следующая неделя это очень скоро, на самом деле. Люди ждали годами, и теперь уже как какая-то конкретная надежда есть. Очень, на самом деле, радостно. Тут много таких огромных валунов, которые все-таки, если вместе начинают двигать, они начинают двигаться и сдвигаются. Вода камень точит. Вода камень точит, правильно. Ну, будем надеяться, что эта информация будет полезна всем тем жителям из Муга, которые вот в силу обстоятельств долгие годы были заложниками вот этой проблемы. Именно заложниками. Ну, перейдем к более простым вопросам. Следующий вопрос нам прислала Ирина из Калавера. Она пишет следующее. С Нового года изменился порядок выплаты разных социальных пособий. Некоторые отменили, а некоторые возросли. Не могли бы вы рассказать немножко об этом? Да, и в курсе этой темы, я предполагаю, что речь идет о... Семейном пособии по необходимости. Семейном пособии по необходимости. Такое непростое название, которое выдавалось до 31 декабря прошлого года. Социальное министерство, то есть правительство, этот закон отменило. Хочу отметить, что это государственный закон, но выплачивается он через местное самоуправление, поэтому мы не можем ни принять, ни отменить его. Государство отменило это пособие, но увеличило пособие по бедности. Увеличило значительно. Но некоторые семьи, которые раньше получили это пособие, могут не подойти под черту бедности. И они не получают вот эту компенсацию, которую получали раньше. Их немного, но некоторые все-таки могут быть. Вопросы решаются индивидуально. Вопросы решаются индивидуально. И я бы предложил нашим жителям зайти на страничку городского сайта и посмотреть в отделы социальная помощь, социальная работа. Там все пособия перечислены от и до. Помимо того, я предложу нашему новому начальнику социального отдела сделать развернутое интервью по существующему порядку, который у нас есть по социальным пособиям, как государственным, так и те, кто принял наше самоуправление. Их достаточно много. Я сейчас не буду перечислять их все полностью, потому что займет очень много времени. И я предложу все-таки это сделать нашему начальнику социального отдела. Люди, похоже, что смотря по социальным сетям, люди не все знают, что такие у нас пособия существуют. И из-за этого иногда получается такое недовольствие и непонимание. На самом деле, действительно, с этого января, с этого года, очень многое, что изменилось именно в социальной сфере. И поэтому, действительно, народ находится в замешательстве. Это очень хорошая идея. Обязательно это сделаем. Человек, который владеет 100% информацией, расскажет системно и поможет нам лучше всем ориентироваться в новых правилах. Следующий вопрос. К нам прилетела сфера транспорта. Ну, куда же без него. Валентина пишет нам. Почему при покупке проездного билета онлайн Темп Транс берет с людей 2% от стоимости проездного? Почему эту сумму не может покрыть сам Темп Транс или, например, город? Вот такой вопрос. Город не может покрывать затраты, которые несет частное акционерное общество. Это пререгатива все-таки бизнеса. И, естественно, самоуправление, государство не может влезть в частное дело бизнеса. Город что делает? Город оплачивает те льготы, которые есть у наших жителей, которые принимаются на уровне городского собрания. Вот за эти льготы мы и платим акционерному обществу Темп Транс. Сумма очень улучшительная. Более 400 тысяч в год. Поэтому какие-то дополнительные суммы, конечно, мы считаем просто непосильным нашему бюджету. Поэтому на данный момент это так. А что касается этих 2%, то это как раз вопрос, наверное, все-таки к нашему уважаемому партнеру Темп Трансу, чем городской управе. Будем надеяться, что в июле этого года что-то изменится. В июле этого года будет введен бесплатный транспорт. И это отдельная песня, как говорится. И к ней мы готовимся и объявим жителям заранее, как и что у нас будет происходить. Да, это интерес у жителей очень большой. Я тоже это ощутила. Следующая тема, которую мне хотелось бы очень затронуть, она на самом деле очень важна. По роду своей работы я очень часто слежу за тем, что происходит в наших социальных сетях. Читая некоторые посты, некоторые комментарии в группах Фейсбука, у меня сложилось такое ощущение, что многие люди думают или считают, или опыт у них был соответствующий, что на звонки и на письма чиновники Мардовской мэрии не отвечают. Ну, раз люди пишут, значит, такое имеет место быть. Но все-таки хочу здесь подчеркнуть, что чиновник это не тот человек, который находится с 8 до 5 на рабочем месте. Чиновник может быть на комиссии, чиновник может быть на совещании. То есть, постоянно сидеть на телефоне чиновник не может. Поэтому те люди, которые почему-то по какой-то причине не дозваниваются, я рекомендую им позвонить или на общий телефон, или посмотреть на страничке нашей городской, кто замещает этого чиновника, кто у него еще сидит в этом кабинете, позвонить на другой телефон и получить хотя бы обратную связь, когда тот или иной чиновник сможет, кто ему нужен именно, сможет с ним поговорить. Я простой пример приведу, что мне тоже пришла жалоба, что человек неделю звонит и не может дозвониться. Выясняется, что этот человек в эту неделю в отпуске. Просто позвоните на другой номер телефона общегородской 60 60 702 и получите полную информацию, когда кто придет, куда вам ответит. Это раз. Во-вторых, все-таки хочу сказать, что те письма, которые мы внимательно следим за то, что пишется в Фейсбуке, особенно Лена, вы, они, конечно, являются нам информативными, но не более того. Если вы хотите какое-то официальное заявление писать, то, конечно, лучше посылайте нам на мейл, потому что даже телефонные звонки, они тоже только дают информацию. Официальная обратная связь у нас придет только тогда, когда вы напишите или на бумажном виде какое-то заявление, или пришлете нам мейл. Более того, мы решили с этого года уже эту систему в разработке, когда на все мейлы, которые приходят в городскую управу, будет даваться автомат ответ, что ваше заявление принято, и будет рассмотрен на таком порядке, к такому-то числу. Вот такое нововведение мы сделаем, и любой сигнал, который поступает о том, что кто-то не ответил, для нас очень тревожный, и мы внимательно следим, и, конечно же, хотим, чтобы у нас таких сигналов больше не было. То есть наши чиновники работают для того, чтобы давать полную информацию нашим жителям, что я очень надеюсь, что в скором времени будет происходить без запинок. — А что нам говорит закон? — Закон нам говорит, что мы обязаны ответить в течение 30 дней на любое заявление жителей, если это не Тиабенуэ. Это тогда будет информационный запрос, на который мы должны ответить в течение 5 дней. — Но тем не менее закон говорит, что если ответ на информационный запрос требует от чиновников провести какой-то анализ данных, вот тогда уже этот срок продлевается до 30 календарных дней. — Конечно, конечно. Мы можем сделать промежуточный ответ, если он очень серьезный, и продлить этот срок. И еще есть у человека, кстати, право, если он не получает в течение 30 дней ответ, обратиться в инициативный суд. Но я рекомендую все-таки дозвониться до нас и получить официальный ответ. Потому что инициативный суд — это, конечно, такой крайний случай. — Вот сейчас прозвучала такая долгая, такая большая цифра — 30 дней календарных. Это же целый месяц. Но вот в моей практике, насколько я знаю, мои коллеги, с которыми я тесно общаюсь, они стараются отвечать как можно быстрее. Все-таки 30 дней — там уже проблема, перестанет быть проблема за это время. — Для сравнения я могу сказать, что я пытаюсь ответить моментально, но если заявление требует какой-то детальной проработки, то, конечно, оно может занять и 30 дней. — То есть опять все очень индивидуально. Но, тем не менее, пишите нам, потому что все наши входящие письма регистрируются в инфосистеме, и на все мы эти письма отвечаем и реагируем. Последний вопрос у нас сегодня на повестке дня касается он конкурса идей. Артур спрашивает, очень хорошая была мысль устроить конкурс идей. В прошлом году очень многие люди присылали идей, я тоже прислал, и выиграла идея строительства детской игровой спортивной площадки, которая вот, наверное, у нас теперь есть. Я хотел спросить, будет ли в этом году подобный конкурс, или это было такое единоразовое мероприятие? — Слава Богу, не единоразовое. Во-первых, хотел бы поблагодарить жителей города, которые активно с нами работают, активно с нами общаются, делают свои предложения. Я очень доволен нашими жителями, что вот такая обратная связь, которая помогает нам лучше понимать процессы, которые происходят в городе, и, надеюсь, вам лучше понимать, что мы делаем для того, чтобы эти процессы происходили. Такая обратная связь очень важна, и она будет продолжаться. Что касается конкурса, то, конечно, это не единоразовое пособие, и не единоразовая акция. Она будет происходить постоянно, и в этом году у нас намечено то же самое, в пределах 30 тысяч. Я даже засчитаю, когда этот конкурс будет проходить, чтобы не ошибиться, не дай Бог. Мы объявляем его 22 января, будет он проходить до 19 февраля, а с 1 по 18 марта уже будет проходить голосование. Там какая-то система будет у нас на страничке. Да, у нас в этот раз немножко будет технически это по-другому устроено. Попроще будет сделано. Ну, попроще, да. Но те люди, для которых еще компьютер не совсем понятен, это можно будет сделать и как обычно, то есть прислать свою идею, перенести на бумаги в мэрию, или же послать по электронной почте. В общем, это будет продолжаться, конечно же. И вот что вы сделали, что вы сделали городу в прошлый раз, когда подавали идеи. Вы сделали площадку детскую, великолепную, в Северном квартале. На основании ваших предложений был сделан парад колясок. На основании ваших идей мы делаем строительство спортивного стадиона при гимназии. Это тоже ваше предложение было. Отреставрировали существующую площадку для собак. Скорее всего, будем еще одну строить. Поэтому ваши идеи приветствуются и будут воплощаться в жизнь. Единственное, что происходили такие идеи, которые, ну, в воздушной замке, запомните одну цифру. Идея воплощается в размере 30 тысяч евро. Не делайте так, которая будет стоить 3 миллиона евро. Так что будет продолжаться. И хочу еще раз похвалить наших жителей за ту хорошую обратную связь, за те предложения, порой критику, которую вы нам делаете. Мы ее учитываем, внимательно за этим следим. И огромное вам спасибо. Ну вот на сегодня наши вопросы себя исчерпали. Владимир Васильевич озвучил и сказал, что мы рады всегда всем вашим вопросам, простым, сложным. Всегда постараемся на них ответить. Будем ждать, когда будет объявлен конкурс «Сделаем город красивее». И, пожалуйста, будьте креативны и присылайте нам свои идеи, свои мысли. И вместе сделаем наш город красивее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Егорова